Говорить о определенных процессах в организме, насколько он там быстроспространяющийся. Поэтому, пока вы сейчас сидите, попробуйте еще с руками, посмотрите. Вот один из тюльпелей, кто вообще так руками затягивается, кто-то еще может отрывать. Дальше вы ставите руку, главное, чтобы лоб ушел наверх, у кого идет перекос. Например, кто-то будет так расставать, кто-то может там сцепляться, кто-то еще, кто-то будет меня заставать. Но одна рука у ноги хуже, в чем говорится, в эту сторону, например, она не идет, она и идет. Но чтобы было равномерно. Как это разрабатывать? Потому что ребра, они крепятся к позвоночнику. Вот пока вы сидите, вы себя берите и тяните. У кого получается как-то, взяли, вы можете наклоняться. У кого не получается, просто открывайте ребра и себя немножечко вот так стимулируйте. Послушайте себе, чтобы они открывались. Только дышите. А? Насколько нельзя захватывать? Ну, хотя бы только можно. Ну, чуть-чуть, по крайней мере. Пожать одну руку и не придется. Дышите. 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 Ну, еще раз. Дышите, чтобы они не действовали. Да. Чтобы вот лопатки, они как бы тоже ходили. Потому что у одних людей лопатки перерастают, у других куда легко можно забираться. Вот у меня сегодня шью пациента, и, так сказать, ее женщина была вот с детства на лицо поворотства. Куда там забраться? У меня там полностью все уже, лопатка вся заросшая, и никуда даже не подобраться. А есть те, у которых легко есть. Вот нужно, чтобы там сохранялось эластично. Потому что ребра, они должны быть эластичными, не хотеть открываться. Вот это у себя вы можете тренировать. Это пластики, куда вы наклоняетесь. И шею еще роняете шею. Делаете док-док и ребра. И вы можете дальше занимать любые стручивающиеся позиции. Так еще такая может не видаться, потому что ребра закрыты, да? Наоборот, плечо будет действовать в эту сторону. Это плохо или нет? Конечно. Здесь может еще и вылитым будет плечо, когда оно будет блокироваться. Но это можно постепенно разрабатывать. Сейчас я вам показываю методы, как вы можете себя, условно говоря, тестировать. Идет у вас, не идет. А потом я буду вам рассказывать, как звуком туда залазить, как цветом туда залазить, как всякими вибрациями туда залазить. Потому что, когда человеку уже там за 30 лет, бесполезно ему одним упражнениями что-то делать. Все те физиотерапевты, которые базируются только в упражнениях, мне очень жалко всю эту систему. Не получается. Если человек уже сросся, просто так его глобально подвинуть – это огромнейший год. Но если туда добавлять еще всякие-всякие-всякие другие стимуляторы, тогда комплексно может эффективно идти работа. Так, дайте, что я тебе расскажу. Немножечко скажу про вот это. То есть, все видели, наверное, людей, у которых на сути случился, одну сторону взял и провязал. Вот мы состоим из двух половин, вернее, из четырех. У нас есть еще деление, вот. У нас есть вверх-вниз, и руки-ногие. То есть, вот если определенные вещи сделать, могут ноги отказаться. Вот. Вот когда трястились в старые времена, так и говорили. Соединяем вверх-вниз, правое-левое, на круге все угодно. Потому что нужно, чтобы эти половинки энергетически были гармонично синхронизированы. Тогда вот человек перекашивает лицо, перекашивает ребра, перекашивает рот или там нос начинает уходить. Это первое, как развивается болезнь. Сначала, вот как вот в Тибете, например, делятся те, кто занимается лечением человека. Самый низший уровень – это те, кто способны прописывать лекарства и диагностировать. Следующий уровень – это те, которые способны диагностировать, в том числе, по пульсу, по жизнему силе и так далее, и дальше воздействовать уже не на следствие, которое было, а на причину. То есть они способны работать с причинами. Вот. И высший уровень – это те, кто могут уже помогать искоренять причину. И точно так же, как у РАС сейчас, вот, в классификаторах, есть экстрасенсы, есть целители, есть йога-специалисты, есть фитоторапевты, йога-мастера и йога-торапевты. И психологи. А? И психологи. И относится, это вообще, скажем, такая набокая штука, которая… Есть классификаторы профессии, но это человек, который работает только с умом. А йоги – большими буквами. Значит, с умом он не лечится. Поэтому эти тупиковые – это такая метка, которая, вот, словно говоря, вынуждена будет переходить рано или поздно к медикаментозному лечебнику. И я когда учился на психолога и приезжал на супервизии, когда приезжали вот все наши светила, потому что в советские времена там периодически нужно было проходить супервизию. Когда я смотрел, чего, у кого, ты говоришь, знаешь, я опять начал все-таки ароматерапию, светотерапию, там, музыкальную терапию. Все они поняли, что просто в алкогмунезе нужно работать с органами. И отсюда вот эти все вещи начали сегодня что-нибудь возникать. Когда телесно-ориентированная психотерапия, и вот чем человек больше расширяет спектр, тем его увеличивает статус. Но если это просто одними разговорами, к сожалению, не получается. Почему? Потому что варка происходит, все эти кухни, в одном котле вот этой дворечной системы, в одной конструкции ума. Как любой человек, который занимается, он знает, что если засыпана система, то, не выйдя за пределы системы, эту планету нужно решить не все. А здесь, получается, в той же системе, как бы происходит, поэтому эффективность, которую занимается психологией, и все знают, что она имеет этот результат, но его можно увеличивать, вместо туда начинать подключать вот эти все вещи. И поэтому все начали, знаете, трансперсональная психология, и прочее-прочее мы начали все эти вещи подтягивать. Ну, все начали уже 33 вида психологии и хдр. Ладно, не будем об этом. Так вот, выравнивание. Вот тут, когда вы делаете какие-то упражнения, хочу, чтобы вы четко научились дифференцировать. Смотрите, вы можете в этот момент вдыхать вот этой частью шеи, этой частью леды и этой частью ноги, ну, вернее, этой частью, ну, этой ногой. И вы стимулируете себе обу сторону. Потом берете и вдыхаете эту ногу и стимулируете эту сторону. Эта. Эта сторона. Эта. Вот есть девятеричное дыхание у тебя. Я говорю, сейчас все рассказываю, думаю, так-так-так-так-так-так-так-так-так. Вот оно базовое. Потом прокручивается в живот и опять-таки идет поляризация с одной стороны, второй, потом все вместе. При дыхании открывается. Вот это базовый принцип, как энергетически себя воздействует. И только после этого начинают запускать открытые чаклы. Так вот, здесь очень важно, когда вы делаете асану, сделать ее основной поляризацией. То есть вы закрутились, заняли положение, продвижали одной стороной, потом другой стороной, а потом прямо. Я просто вам сейчас даю некие инструменты. То есть мы делаем скрутку, например, натянутой стороной подышали, подышали второй стороной и подышали ровно. То есть когда у тебя человек висит на этой штуке, ты можешь этой стороной, это и это. То есть перед этим его обучить этому. Потому что многие вообще не понимают. Вот у меня приходят пациенты и рассказывают четырехтактное дыхание. Когда мы дышим грудью, потом мы дышим спиной, потом ниже спиной, потом животом. Животом понимают, грудью понимают. Как спиной дышать, большинство вообще не понимают. А как низом спиной дышать, вообще для большинства это загадка. Так вот, я почти уверен, что если у человека начинает заниматься себе нижнюю частью спины и нарабатывает мышечный каркас качественный, 50 процентов проблем, которые люди с позвоночником уходят, как только он наработает там мышцу. Потому что я когда жил, сегодня вспоминал как раз, среди, есть такое место просветления Будды, там рядом кладбище Масабхавы. И там живут такие интересная группа людей. Если рождается кто-то с проблемами с позвоночниками, с луками, ногами, ребёночек, нынде их, как правило, не лечат, кондукируют, их относят туда на кладбище, оставляют и уходят. И вот эти люди берут, этих детишек, которые уже там засломаны позвоночником, они решили, они их ещё больше связывают, или сажают в бочки такие там, и они дальше растут, вот такие клевые кости такие. Так вот, и вырастают такие, они как паучки такие бегают, причём они на себе ещё всё-таки и падают. Язва рисует, чтобы пострашнее было. Они бегают, там отношения нет. Вот я среди них жил. Я не бегал, я как бы сидел практиковым, но они бегают только, когда туристы приезжают, нет ничего, не надо было. А они как бы ходят, это у них бизнес такой. И вот, дальше они возвращались, и я всю эту кухню видел, через 100 месяцев там отжал, и мне было как раз интересно, как у них там всё функционировало. Вот у всех тех, у кого, при всём вот это самое, были здесь на спине мышцы, они достаточно качественно себя чувствовали, и их организм приспособился, и как-то приспособился. Как работают эти мышцы? А? Качественные работы. Сейчас, 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 мы это делаем периодически. Сейчас мы будем становиться на ножки, и не буду я вам рассказывать про всякие страшилки, но, скажем так же, вот так выглядит диск, который спрессовался, так как который, по крайней мере. Так вот, у большинства людей, как раз вот здесь, в шейном отделе, в пятом и шестом, они в сторону ушли. Они не просто сплющиваются, они ушли и наклонились. И вот там, когда это происходит, то происходит, когда кость начинает тереться кость. Этого организма не допустит. Это эспирание международного диска, и он его будет блокировать. Он будет сначала мышцами удерживать его, а фасции будут, так сказать, и менять там, и мышца удерживать, а потом будут эстафитами, ну, как цементом выкладывать, чтобы не было движения. Вот, потому что иначе позвоночник в организме способен. Вот очень важно запустить обратный механизм. То есть, не просто растяжение, а когда мы начинаем, вот как старые жалые ветки, заржавелые, немного растачивать, вибрации, чуть-чуть мышцу расслаблять. И дальше создавать другой мышечный каркас, чтобы он затягивал вот эти диски на место. Но еще нужно вывести вот эти отложения и дать питание до этих дисков. Вот это комплексная работа. Вот тот, кто ее запускает у себя, у него идет регенерация, восстановление достаточно качественно. И вот всякие такие люди, это как раз методики, которые четко прописаны, так, перейти, ну, такой исламский вариант, тоже самое. Вот это тибетский вариант. Я могу показать, это вот, на сегодняшний день, как тебе было завыша, такие вещи, ну, индуистские варианты. Тибетский вариант по чакрам, видите, чакры совсем не убили. И вот это, вот так, принцип медицины, но, в принципе, все о том же самом. Вот это уже, и все-таки, ближе к христианским вариантам, откуда в медицине я взяла эту змею. Вот. Ну, вот это уже комплексная. Раскладка, как это все делается, по такой схеме, как цвета воздействует, как с нити воздействует, как с нити воздействует, как с нереганами работает. В такое время здесь и ароматерапия, и цвета терапия, и музыкальная терапия, и все переходы по асанам, приборам, со всей астрологией и со всем прочим. Все, Леночка, выключай, давайте остановимся на ножки. А, один вопрос. Вот эти вот, как Вы говорили, эти коллеги, которые, да, вот, например, он подрастает, его списывают, да? Нет, не списывают. Он так и уже остается. Он так все время это делается, да? Да, он там все живет, причем они живут достаточно долго. И если он, так сказать, находится в радости, он хорошо зарабатывает, и там уважаемый человек, вообще никаких проблем. А он уже на себе работает? Нет, понятно, что они... Или на кого-то? Нет, у них есть, скажем так, общее некое... Общее котел, да, и соль. Но он может и свое чуть-чуть. Они достаточно, скажем так, там есть еще религиозная такая вот подоплета, потому что они богине Калипу поклоняются. Вот. И там, ну, есть целый комплекс, скажем так, для нас малопонятный. Но... Ихние кукли, как говорится. Да, но это не значит, что они живут... Там есть люди, которые под 90-100 лет, они... В принципе, у него работа и так... Он больше никуда в этом месте присутствует. Нет, это их, так сказать, назовем так... Диспос. Да, и так далее. Интересно. Кто у нас тут уже... Да. Так, я расскажу, как правильно сказать. Да. 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 Мы сочиняем. Да, мы сочиняем. У меня головы там расставлены, которые сообщаются. أنا. Я ее, так, это... От взага, от взага. Качество вожачьего. Видела, и в прежневременном режиме... Видишь, она уже расцвела и... Так. Так, теперь. Теперь... Потрите его так ручно. И визуализируйте себе здесь шарик. Причем шарик делайте не между ладошками, а сразу делайте его больше, чтобы он у вас был между грудью и уплите его в живот. Поднимите грудину. Вот теперь этот шарик берите, делайте больше, обхватывайте его ногами. В боевых искусствах это называется горшок. Для того, чтобы сделать крутой удар ногой, например, то вы не сделаете это с прямых ног. Плот ноги согнили. И теперь. Макушка висит. Вот положение. Представьте, что в этом положении вы делаете кувырок вперед. С прямых ног вы его не сделаете. Вы сделаете только с такой. И теперь попробуйте перемещаться так, чтобы ноги одну ногу выпрямлять и разворачивать ее ставя на пятку. Вот в тейдзе цунань, например, это одна из базовых таких позиций. Не горбатьте спину. Спина остается все время как будто вы у стенки стоите. Грудина открыта. Вы двигаете. Прямо играете этим шариком. Теперь пробуйте затонизировать вот эту часть так, чтобы она доходила до поясниц и до шеи. Связать мизинец на ноге через поясницу, через ногу, шею. И так, чтобы, когда вы двигаете на себя стопой, вы цепляли шею. Играйте вот этим шариком. Татьяне Te kasih. «Красно»